Миша, когда варгеймы встанут с колен, так и когда их начнут покупать, так и что, их не покупают, так и не у нас. Привет, друзья, я вас приветствую на канале о суровых варгеймах, и сегодня у нас продажное видео. Ситуация такова, что и мне, и Вечному, в личку, и в группе ВКонтакте, и на канале Ютуб частенько пишут, во что попробовать поиграть, с чего начать, как познакомиться с вашим хобби. И что я, что Вечный регулярно советую битву за Москву и битву за Германию. И следующий вопрос, который всегда приводит нас в ступор, который заставляет нас потеть, краснеть и мямлить, это, а где раздобыть эти игры? И, как правило, мы начинаем скидывать ссылки на различные зарубежные магазины, или ссылки на материалы ПНП, чтобы человек сам изготовил. И, как правило, на этом все знакомство с нашим хобби у данного человека заканчивается. Ну и мы, чтобы поддержать общую тенденцию на продажу на своих сайтах уже ПНП, мы решили изготовить битву за Германию, варгейм начального уровня. Почему именно этот варгейм? А, скажем, не битва за Москву. Потому что это уже полноценный большой хороший варгейм, но при этом хорошо подходящий для знакомства с нашим хобби. То есть, сам изучаешь правила, своему партнеру объясняешь за 15 минут, и вы уже садитесь, играете и полностью погружаетесь в процесс, не отвлекаясь ни на что. И давайте я вам продемонстрирую, что же мы такое изготовили, покажу, что мы вам предлагаем у нас купить. Итак, что тут у нас? Вот здесь вот у нас карта всей Центральной Европы. Мы видим Германию, Югославию, Венгрию и кусочек Польши. Здесь Франция. И у нас имеется два фронта. Это Восточный фронт и Западный фронт. И вот небольшой кусочек фронта в Италии. Здесь все предельно банально. На фишках у нас характеристики. Атака, защита, движение. Игра построена следующим образом. Все выполняется по фазам. Игрок за советскую сторону. Сначала идет фаза пополнения советского игрока. То есть, все уничтоженные подразделения могут возвращаться снова. Они выставляются либо на Восточном краю карты, либо в захваченных городах. Число восстанавливаемых подразделений указано на треке хода. После этого выполняется движение. Движение точно такое же. В зависимости от эффектов местности. Мы двигаемся по гексикам. И ничего такого тут сверхъестественного нет. Зоны контроля здесь липкие. То есть, когда мы заходим своей фишкой в гекс соседний с вражеским подразделением, наше подразделение должно остановиться. Погинуть в зону контроля мы можем только выйти. Но при этом не заходя в новую вражескую зону контроля. То есть, таким образом, у нас даже расстояние в 2 гекса между двумя подразделениями, оно в принципе непроницаемое. Так, после движения мы выполняем фазу боя. То есть, мы точно так же, как обычно, выполняем атаки, высчитываем соотношение, бросаем кубики, применяем результаты. После того, как сходили красные армии, тот же игрок советский, он ходит немцами на западном фронте. Выполняет все точно так же. Пополняется, двигается, выполняет атаки. После этого ход переходит к игроку за американцев. Он выполняет... ну, не за американцев, за союзников. Все то же самое выполняем. Пополнение, движение, атаки. И потом тот же игрок за союзников выполняет действия немцами на восточном фронте. В общем, игровая система максимально простая, абсолютно никаких сложностей здесь нет. Ее можно было бы даже назвать банальной, если бы не вот этот перекрестный геймплей. Значит, задача у игроков, как можно больше набить очков, вот здесь вот указаны очки, чем противник. Собственно, кто возьмет Берлин, тот, в принципе, и выигрывает, потому что за Берлин дается аж 10 очков. Еще что хочу сказать. Наше ПНП, оно сделано... Здесь карта из делюкс-издания нового. Но переведены все топонимы, все таблицы, все-все-все переведено на русский язык. Фишечки у меня из второго издания. Единственное, что я их перерисовал. Немного перерисовал, добавил цветные танчики вместо черно-белых силуэтов. Что еще хочу сказать. Рулбук на русском. Ну, правила давным-давно есть в сети русские. Единственное, что я попросил товарища Вечного перевести, чтобы он перевел заметки дизайнера. Вот. Это будет полезно прочитать перед тем, как садиться за игру. И еще я его попросил, чтобы он добавил заметку от себя. То есть у нас такой получился исторический комментарий. Получилось довольно неплохо. Не то, чтобы это что-то какое-то сверхъестественное, но будет любопытно прочитать, прежде чем сесть за игру. Что еще хочу сказать. Мне нравится эта игра. Это вот как раз на примере вот этой игры видно разницу между Восточным и Западным фронтом. Восточный фронт это такая вытянутая линия с огромными силами, разбросанными по большой территории. Здесь постоянно происходят какие-то маневренные удары, контрудары, попытки прорыва, перемолоть и так далее. Красная армия здесь вот как вот русскому игроку хотелось бы видеть Красную армию. Она прет непрекращающимся катком, сметая все на своем пути. Западный же фронт, он несколько другой. Он такой достаточно компактный, но союзникам приходится здесь наступать в очень сложные местности, тоже нести потери. И если им вот удастся прорваться с этих гор, то в принципе для немецкого игрока на Западном фронте все закончено. Что касается изготовленного мною ПНП. Чтобы между нами не было каких-то недоговоренностей, недосказанностей, я вам все расскажу по-честному. Естественно, выполнить в домашних условиях ПНП на уровне типографии это практически невозможно. Или это обойдется очень дорого. Поэтому у меня банальная глянцевая самоклейка наклеена на пивной картон. Фишки аккуратненько порезаны. Фишки получились несколько легче, чем если бы они были из типографии. То есть они по весу не достают. Сама карта напечатана тоже на простую бумагу. Ничего здесь особенного нет. Ну и рулбук напечатан на обычную бумагу Снегурочка. Вот, собственно, за что вы заплатите, если захотите свои деньги. Банальная ПНП за небольшие деньги. ПНП, которые сделали за вас. Что еще хочется рассказать? Это про то, что в этой игре есть несколько сценариев. Это вот банальный исторический сценарий, расстановку которую я вам показал. Дальше сценарий крах на Востоке. Это исключительно Восточный фронт без западного. Из интересных сценариев еще. Это Красная звезда, Белая звезда. Это как раз Третья мировая сразу после завершения Второй. Это операция немыслимая и так далее. Вы все это знаете. И расширенная историческая кампания. Это когда мы играем банальную историческую кампанию. Потом после десятого хода все эсэсовские подразделения переходят под командование игрока-союзников. И союзники пытаются как-то изменить результаты Второй мировой войны. Советую вам попробовать именно с этой игры. Если вам понравится эта игра, то скорее всего и другие игры в этом жанре вам понравятся тоже. Можно там дальше пробовать уже ни шагу назад. Стандарт Комбат Сериас и там игры Симонича. Игра, которая закладывает самые-самые основы. Там три характеристики, эффекты местности, зоны контроля. Но снабжения еще здесь нет. По поводу цены в видео я этого говорить не буду, потому что фиг знает, завтра война, цены поменяются. Напишу в описании к этому видео. В общем, спасибо, что посмотрели. Всем пока. С приятелем под утро Перед боем на броне На двоих одну курили И сказал тогда он мне Чую, тяжко нам придется Чую, будет в этот раз Чую, крепко домается К нам фашистский оккупант Но совсем не то обидно Что поляжем тут с тобой Жалко, что не подивимся Мы на этот фронт второй Там у них кан-кан танцуют Негры дуют в саксофон Позвони, товарищ Сталин Ты скорее в Вашингтон